Работаем в прямом эфире для вас. Да, только я забыл разметиться, но теперь разметился. Нормально. Начнёшь заново или... Короче, ладно. Я просто там говорил, что это не видеомонтаж, но... Ой. Походу, что-то в этом духе всё-таки получается. Ладно, ну, короче, всем пофиг, все пришли игру смотреть, на самом деле, а кто там, что, комментаторы, не комментаторы, это уже другой вопрос. Главное, чтобы не мешали наслаждаться качественной дотой, антимаг, там. Я, прикинь... Давай, говори, потом я скажу. Я в твиттер пошёл, ну, там, что я только не делал во время перерыва, потому что целый час, и прочитал, что там Вилат пишет, что, мол, там невероятно, в Южной Америке побил антимаг все рекорды, купив себе БФ на 8.30. Да, я просто написал ему, что он потом купил себе ещё Транквилу, Виндлейс и Ветку, и надо было ещё дописать, что он умер два раза, и они вообще там и игру могли проиграть. Ну, короче, вот... Ты знаешь, вот насколько сильно меняется всё вот просто от констатации факта, и от того, что ты вот прям присутствовал и смотрел, что за бред происходил. То есть это же даже не смотрелось как-то, как что-то нереальное, его там просто зафидили. Ну, типа, я вот приду, мне пять человек сфидят, и я ещё быстрее куплю, но от этого лучше я потом не сыграю. Ну, и это к тому, что невероятно происходило. Да, и ещё ты сказал, что самое страшное, что это антимаг сейчас выиграет. Ну, как бы, да? На самом деле, я сейчас вот листал в Инстаграм, и там был такой пост Never Celebrate Too Early. Знаешь, когда микс-файтеры там начинают понтоваться, да, в арене. И вот там чувак стоял, что-то начал танцевать, знаешь, такой, он же почувствовал, что он сейчас нокаутирует своего оппонента, и тут ему просто с ноги в челюсть прилетает, он падает замертво. Это жестокий такой пример, а есть ещё пример моментов, когда ну, тоже они жестокие по-другому, там какие-нибудь велосипедисты поднимают руки. Да, 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 вот всё, там прям целый пост в таком духе был, ну, видишь, этот антимаг выиграл, значит, он прав. Я ещё в чатике, на самом деле, прочитал мнение, что транквилы были для того, чтобы не давать иллюзиям больше статов. Да не, ну, это полный бред. А бабочка? Да, во-первых, бабочка, во-вторых, башар, который он не купил, и, в-третьих, основной, это же манобрейк всё-таки у антимага, это то, почему его иллюзия настолько сильна, так что... Слушай, ну, может, это какая-то волна хайпа, смотри сейчас, да, окей, он побил рекорды, там купил быстрый БФ, но сейчас сколько разговоров про эти транквилы, мы уже к следующей игре перешли, от этого всё не отошли. Ну, типа, да, мы ищем что-то поинтереснее. Infinity Best Coast, кстати говоря, теперь у Unknown'ов 0.3 становится, и у них прям всё очень плохо, они вместе там с командой из второго дивизиона 0.3 идут. Best Coast — это фаворит номер один, это команда, занявшая первое место в прошлом дивизионе, в полном составе, играет с командой Infinity, которые, собственно, имеют только одну победу, и они обыграли только команду тоже из второго дивизиона, с которой они вышли. Да, те же самые, да, те же самые. Ну вот, они вышли с первого места, кстати, со второго дивизиона в прошлом сезоне. Ну, понятно, но что-то нужно про них тоже сказать, отметить как-то их. Не, ну они, Infinity не так плохи, но тут вопрос в том, что есть такая команда, вот мы завтра будем комментировать матч нормальный такой, Thunder Predator SG. Интересный будет матч, реально. Но и Thunder Predator, и SG будут аутсайдерами в матче с Best Coast. Best Coast это реально команда, то есть это вообще, честно говоря, это ему непостижимо, что команда, которая играет на топ, стабильно на топ-6 там мира, а то иногда может там рваться куда-то выше, но, скажем так, ниже топ-8 я их не вижу вот прямо сейчас, а она играет в таком регионе, как Южная Америка. Ну что, какой вариант есть? Переехать всей командой? Нет, не знаю, зачем, если у них и так получается. Если у них есть слоты, да, на мейджор, это... У них и конкуренция довольно серьезная, то есть они, если они начнут хороший результат показывать, им и слотов больше давать будут. В принципе, их, я думаю, все устраивает. Единственное, что их не устраивает, это интернет, наверное, который у них там, ну, есть некоторые проблемы. Но в целом, короче, это супер сильная команда. Ладно, по драфту. Elder Titan перекрывает сразу всех кэрри со статами и вообще делает пик игру в лейте довольно тяжелую для Infinity. Шторм Спирит, которого ловить здесь будет не так просто. Хотя, в принципе, есть и бисты, и кентавр, но им нужно добраться до определенных слотов. А если Шторм Спирит покупает БКБ, то сфокусить его здесь тяжело. Очень сильный тимбер, который распиливает здесь трех героев пока что из четырех. Ну и, в принципе, драфт без кост выглядит достаточно мощно. И сбалансировано, опять же. Да, довольно-таки. Так, что у нас есть от Infinity Sports в ответ? Ну, наверное, уже такая, не то чтобы хрестомативная, но очень будет рейтиться эта связка Snapfire и кентавр. Мы уже не раз за ней наблюдали. Могут проблемки создать на сложной линии. Также медовый бестмастер. Как я понимаю, пятерка Гирыч и Леон на позиции... А, нет, подождите. Ну, это Гирокоптер Керри, а Снэпфайр 4, Леон 5. Ну, как-то так они разберутся, наверное. Да, у них очень странно, что и бест и кентавр в пике это необычно. Обычно... Ну, это медовый бест через топоры, через огонь. Сейчас, в принципе, бест через топоры везде. Ну, да, решили с ним сыграть в мид. Ой, ну, посмотрим. Ладно, не будем тут... Бесткост драфтят так... Ну, по мете, можно так сказать. По мете нынешней плюс по мете Южной Америки. Это Лина-четверка, опять же, да. Это... Ну, все остальное это герои, которые регулярно залетают везде. И Джаггеры. Для Ки-1, для Гектора, для Эльчачи это Джаггер. Один из его сигнатурных героев. Не самый сигнатурный. У него какие суперсигнатуры? Какие ты знаешь, Эльчачи? В Рейс Кинг и Абадон? В К... Ну, не, Абадон я не знаю. Я знаю. Только он играл, а у него Ки-1. ЦК у него. ЦК? Ну, да. Хаус Найт. Но, понимаешь, как после того, как изменили... Хотя, после того, как изменили, там все начали говорить, что ЦК уже не тот. Лучше ВК по всем параметрам стал. Я помню, как Ки-1 взяли ЦК, и он просто разнес. То есть, ему, в принципе, все равно, на чем разносить. И я не удивлюсь, что это будет работать на самом высоком уровне. Но вот пока что Джаггернаут... Ну, Джаггер здесь сильный, довольно-таки. Ему, конечно, рон Бестмастера доставляет какие-то неприятности. Но, в целом, опять же, очень хочется посмотреть на исполнение. А, и, прошу прощения, коэффициент от наших друзей из Джаггбет 1.06 на Бесткост до первой карты и 8.6 на Инфинити. Ну что, на самом деле, если честно, единственная карта, которую я Бесткост комментировал в первом сезоне, залетел я тогда на верхний дивизион, они играли против NoPing и Sports, и они слили им две карты просто очень жестко. Ну, бывает. То есть, они, видимо, как-то безответственно подошли к игре, ну, то есть, или недонастроились, или еще что-то в таком духе, но они просто 2-0 отлетели NoPing. Как тебе дела, Сырой? Ну, черный экран сейчас наблюдаю. Понял. В принципе, неплохо. У меня черный экран, вот эта вот иконочка, то, что я говорю. А, это из-за того, что пауза была поставлена. А, ну все, хорошо, ладно. Мы не крашнулись, мы с вами. Да. Это уже что-то. Зная регион, зная особенности. Слушай, как я понимаю, у нас обе или все три карты, если они понадобятся, будут на перуанских серверах, да? Ты, чертова, знает. Ну, ничего не ясно. Сейчас. Ну, по идее, нет смысла же, у Infinity Sports все перуанские. А, без кост, Whisper. Может быть, Whisper захочет покатать без пива. Боливиец. Да. На брензинском сервере. Да. В теории, можно дать приоритет выбора сервера тройки. Я вас слаблю, твои, божди. Боливия находится между Перу. И Бразилией прямо. Аккуратненько. Как тебе такая информация? Ну, неплохо, познавательно. У нас же познавательный контент тоже должен присутствовать. В час ночи самое то узнать об этом. В принципе. Ничего против не имею. Такой инфы дополнительной что-то. Всегда приятно послушать. Учитывая то, что у меня была тройка, по-моему, по географии в школе. Знаешь, у меня вот всякие страны всегда давались. Мне было интересно, там, флаги, местоположение. Мне тяжело давалась география из серии, там. Что? Больше. Нарисуйте карты ископаемых. Да, да, да. Не, 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 там еще. Какой регион, там. Что в Липецкой области является, там, ключевым, ключевой отраслью? Там, машиностроение. Что-то, и ты сидишь, думаешь, господи, ладно, в Липецке что там, тракторный завод, ага, все, больше ничего не знаю. И то знаю там, только потому, что в детстве к деду ездил и узнал. И, короче, вот так вот про каждый регион. Так, а у тебя моделька Шторма как себя ведет? Великолепно. Бегает? Ну, он стоит, в данном случае. Ну, я просто, он как шахматная фигура. Да, 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 он как конь. Не, или как слон, скорее. Нормально, че. Кто-то тут у нас недавно тоже так лагал. Прям всю карту. Он как этот. Блин, это так крипово выглядит. Он реально как какие-то шахматы, такие, знаешь, это гигантские фигуры. Да, да, да. Это как-то а-ля Гарри Поттере, но там есть несколько книг и фильмов, где вот так вот надо выиграть шахматную битву. Господи. Просто у него прилипли ноги, носки к полу. Так, что у нас по рунам? Две руны забирает Infinity. Ну, по две руны разойдутся, наверно, никаких у нас драк особых не было за это дело. По расстановкам? В принципе, наверное, здесь ничего нас удивительного не ждет. Снэпфайр пойдет с кентавром в сложную. Лайн тут гоняет. Лина не пускает на линию. Да, Линта посильнее будет. Оба! Смотри-ка. Смогута пшку сбила. Хорошо. Слушай, это вообще нормально, на самом деле, минус тп. Сейчас еще по лицу получит, начнут заходить. Нельзя подниматься, ему сейчас люлей раздадут. Сейчас через три секунды станут ходиться. Да. Ну, у Лины просто... Смотри, они сами в чат пишут Bugstorm. А, то есть, реально, это... Как-то это... Подожди, разве это как-то влияет на геймплей, или ты не пишешь анимацию атаки? Ну, слушай, ну, это, конечно... Я просто думал, что это только мы видим, но... Я почему-то тоже думал, что это лака... Ну, обсервинга. Судя по всему, нет, потому что все рофлят с этого. Я еще подумал, что, типа, Шторм начал рофлить, когда я, ну, типа, на него камеру навел, он на мид, типа, приехал, и он затаунтил смехом. Но я подумал, что это просто совпадение. А это, походу, реально... Так, ну-ка, давайте. Так, они вообще пишут про ремейк-карты? Ну, они могут, да, попросить. Ну, все то же самое. Не отпустило. Что, он атакует без анимации? Ну, да, понимаешь, это жестко, потому что невозможно понять, когда он замахивается и как-то отменить... Ну, как-то... Он имеет, с одной стороны, преимущество в восхите, потому что он хотя бы понимает, что происходит, а с другой стороны, ему тоже не особо комфортно. Ну, короче говоря, если они вот так вот видят... Блин, какая дичь просто. Вот просто клипуйте, и, я не знаю, там, когда турнир за 80 миллионов долларов будет, вот, пожалуйста. Ну, что... Нравится мне все-таки эта фраза, стил бета. Стил бета, да. Многие реально все думают, что все еще бета. А был официальный релиз, да, просто? Да, был официальный релиз, но... Как бы папка в доте называется бета, и многие так и не... Ну, просто слишком долго все говорили стил бета, и уже там давно... Прижилось, прижилось. Давно, еще пару лет назад написали, что все, теперь дота официально вышла из бета. Там было даже в доте раньше написано. Даже вон сайт вышел из бета недавно. Ну, ладно, короче, крис лак тут, в принципе, ему норм. Не, ну, слушай, если он ФБ заберет, то уже потом РМК делать такое себе. Слушай, ну, пока утихло в чате, да, по этому поводу, но... Ну, это реально жестко все равно. Вы же понимаете, что там какие-то скиллы имеют анимацию атаки, анимацию самого персонажа. Лина там руки вверх скидывает, да, перед тем, как стандать или лагуну какую-нибудь условную. Леон там поднимает тоже руку там перед пальцем, но вот здесь у тебя не будет вот этого... Не знаю, какие-то доли секунды, с которой ты можешь среагировать, но здесь у тебя даже этого не будет варианта. Так, я хочу найти. Официальный канал уруглоязычный, посмотри, что там происходит. Слушай, ну, если это видео, даже игроки, то это по-любому происходит везде. Я реально думал, что это лаганал в сервере. Пока непонятно, сейчас мы увидим, как у них. Так, Налина, у нас здесь есть ракетка на топе, также подклоп, гирокоптер через баражки, добьет ли, добивает разглад для Гирыча. ФБ, да. Ну, хорошее начало пока что для инфинити. В принципе, бис немножко отстает. Ну, для Гирыча отстает, конечно, 6 крипов. Ну, вот ФБ хотя бы чуть-чуть поправил ситуацию. Я думаю, Гирыч догонит. Сейчас получится какие-то минимальные пару ФБшек, может, придет к луму или что-то такое. Вначале, потому что с руки восхитить не самое приятное. Вначале игры не очень много атаки у него. Блин, я открыл английский стрим, и там Storm тоже ползает. Ну, да, это, походу, у всех вообще. Ой, жесть. Как настакиваются топорики на шторме, хорошо. Просел он по ХП, достаточно серьезно, дожили не пришлось перетягивать, чтобы как-то помочь. Что у нас есть? Леонида запилил. Хил Леонида? Ну, тут, на самом деле, Тимбер жестко будет разматывать. То есть, это сейчас... Его уже оставил суппорт. Лина здесь будет периодически приходить, но в какой-то момент просто у Виспера будет так много всего, что он просто будет разваливать. И... Не обращая внимания. Лина здесь подстакивает за нейтральные кемпы заодно. Тоже хорошее занятие. Сторму потом можно прийти будет, как-то запармить это все. Все, с ремнидами. Леон поставил центряк. Видят они вард. Пинганул туда. Главное, чтобы он не закончился. Ну, да, кстати, тут 30 секунд осталось. Если идти ломать, то нужно уже сейчас идти ломать. Так, а что у нас у товарища Джиггернаута? Джиггернаута. Все хорошо. Все хорошо. Летит уже Бентик. Ну, ПТ-шку собрал. У нас все. Нежитран Квиллов легендарный. Ножи, выбор мастеров. Так, 9 секунд остается до того, чтобы сбить вард. Ну все. Вард отстоял свой срок. Может быть, как-то с ультимейтом пофиксится. Может быть, штормит в эту форму лайднинга. Или с его смертью, если он хотя бы один раз умрет. Кстати, да. Тоже вероятно. Так, он на топе. Есть нападение. Секси-йоги просаживают. Догонят ли его тимбер? Ой, хорошо. Стан успеет дать. Плазка отпивается. Три стик у него еще есть. Сейчас перезарядятся. Там и у Лины проблемы тоже. Со Скофилдом бегает нау. Но Лина все-таки ушла. А, у Виспер слишком круто отрегенивается. И вот тут вообще никак не взять. И он идет дальше душить этого Леона и гирокоптер и вообще кого угодно. Сейчас у него девять стиков, на самом деле, есть еще у Тимбера. И Солринг откулдаунился. Можно сейчас еще Тимберчейн дать. Хорошо. Леон откидывается. Живет. Хекс бегает вокруг тавара. Тимбер просто пофиг. Насколько же он прочный. Вот сейчас он может пристрять на этом. Много орехов наелся. Плюс ракетка заехала. Баражек весь питал целиком. Еще один баражек. Нет, подожди. Осталось-то. Нет. Чакоформора. Ой, хорош. Дотянулся. Если бы сейчас не добил, то вообще бы не добил никогда. Мне кажется, этого Тимбера уже очень важный фраг. Файр тут под Лил Шредером пришла, просадила шторма. Шторма как-то сложная. Здесь еще втроем инфинити ошиваются на миде. Конечно, сложно. Ты попробуй двигаться, не передвигая ни руками, ни ногами. Какой-нибудь пробовал ходить, не двигая руками? Во сне. Не, ну просто знаешь, это же очень удобно. Не двигая руками? Ну да, это же очень удобно. Да, да. Так, Лина с Таном не попала. А он еще и ногами не двигает. Это еще сложнее. Так можно ходить только под музыку из этих X-Files. Да, ее, кстати, не хватает. Ой, если бы сейчас не этот, если бы не всякие там авторские вот эти вот темы, а если бы мы перенеслись годы на четыре назад, я бы включил. Мема, мема, мема. Хорошо, у нас тут огромное количество стагов уже большого кемпа. Только его стагнул ли он для бестмастера? На джаггера было нападение, но не хватает немножко ппшечек. Да, ли он здесь с бестмастером нормально фармит? Ну, просто они еще забирают две нейтральные шмотки. Сколько там, три было или четыре компа? Так, а у меня еще и кентар... У меня еще и нейтралы зависли. Какие нейтралы? Отвисли. Ну, модельки не проваливаются под землю, а стоят. Ну да, у меня такой... Ну что? Это... Это оно. Fix this, please. Ну, Storm, собственно, получил свой уровень. Так, а там у нас тем временем забрали стингера. Но это не джаггер, это не кей-1 здесь все-таки. То, что у Гектора уже так много, и это внушает ужас на самом деле. Шторм на хостев. Это еще хуже смотрится. Как на реактивной тяге. Так, а Stormотверд забирает стаки команды Infinity. Но неплохо, неплохо бестмастер запустился в момент вот этих заборов стаков. Да. Потому что он себя чувствует, что у него по этому билду. Ну, сразу в аганим идет. Есть у него ботл, есть грыжные стики. Сразу в аганим. Гирыч тоже пойдет у нас через аганим. Нужен какой-то все-таки артефактный разгон этому персонажу. Или мэр Штром выбирают. Или вот периодически аганим тут уже. Как-то. Ну, просто аганим. Статы еще плюс какие-то. Какая-то живучесть. Плюс-минус. Плюс и минус. Плюс и минус. Джиггернаут. Слушай, ну пока вот я ожидал супер разноса. А пока что у нас за первые 9 минут в принципе такая равная игра. Где немножко отстал гирокоппер. Но вот он уже догнал за счет каких-то стаков. Да, и несмотря на то, что мы убивали. У него в принципе как у Джаггера на 1 раз. И бис догнал шторма. Ну, кентавр чуть-чуть оставит. Ну и ладно. Он сильно хуже от этого не стал. Ну, бис туда, с огромным кайфом вот эти 3-4 слака зафармил, которые здесь были на чужом треугольнике. И вот на этом он очень сильно комбэкнул по надворцу. Ты понимаешь, что вся игра идет на то, чтобы убить шторма. Да, и не факт, что это поможет. И молиться, да, чтобы вот после этого разбагало. И перестала эта дичь происходить. Так, тем временем у нас Леоны забрали. Также большие проблемы у Гироча. Пытаются с Виспером что-то сделать. Да, но Гироча тут только прятаться под вышку. Ой, в лес не надо идти. Ой, Виспер пойдет туда. Против Киндера, ну. Конечно, он пойдет в лес. Потому что в лес ему за каждое дерево от его первого спала дается бонусный урон. Поэтому он с радостью пойдет в лес. И прятаться в лесу от Тимбер, это, ну, супер сомнительная идея всегда. Слушай, ну, как бы их ни месили, все равно не так плохо получается. Так, шторм у нас укатывается. А он вообще может ульту свою юзать? Я ни разу не видел, чтобы он ее юзал. Ну, я думаю, если бы он не мог юзать, он уже давно написал в чат, что... Я не пробовал еще ни разу. Думаешь? Ну, а что? Интересный геймплей. Ну, а что? Он еще никуда не летал. Он так, типа, фармит ремен. Это же маны лишние, довольно много ее тратится. Так, кто тут стакал? Эксперты. Титан, да. Нет, непонятно, кто стакал. Так, у нас Лина тем временем получила шестой уровень. Прочитала книгу. Может быть, сейчас выход на кого-то организовать? Можно. Как раз залили кресла куманы. Накормили мангусами. На кого в теории здесь можно быть? На гирокоптер, мне кажется, всегда такая интересная цель. Для ганга. Да, это хорошая цель. Короче, вот... Ну, здесь есть Виспер, который душит, ну, в принципе, все это время. У него уже есть Худ, у него уже есть Арканы. Ну, то есть, его пробить сейчас будет очень сложно. К нам будут приходить люди, спрашивать, как без Кост, как они смотрятся там на фоне Тандера, потому что Тандера хорошо сыграли. Но без Коста всегда играли на Киуану. То есть, не вообще другой плейстайл, не как у Тандера. Так, смок на смок в чужом треугольнике. Шторм может пользоваться ультимативной. Это он делает, забирает Снегфайр. Дальше не пошли. Не помогает ему отлепить башмаки от земли. Разбаговаться, да. Тем временем, у Джаггернаута есть ПТ и БФ. Летит Ленчик. Ну-ка. Не видно его здесь. Ну-ка, ну-ка. Опа! Ой, как филигранно. Патч-тампит. По двум. Хороший стан. Пирокоптер. Калдаун туда бросает. Сразу минус Джаггернаут. Минус Титан. Туда же. Ты видел это, как классно сыгрался к Си Йоге. Шикарный подход. Ну, там ждал момент, когда двоих. Ну, вообще, их целью был Джаггернаут. А Титан так, там, приехал за компанию. Потому что Джаггера они стирали в любом случае. Ну, красиво все равно. Очень красиво. Прям, вау. Вау. Ну, классно. Реально, закомбинили. Там еще Кентавр, естественно, с Томпом. Мы... Нао накрыл все это еще колдауном. Потому что стрелял пару раз. Так, Шторм с Аркан Руны. Ждем лета. Выползает Шторм. Так, Поркет на Кентавра. Притяжечка есть. Ремнант. Еще пару тычек. Минус Кент. Так, или он. Ой, как же хорош Крислаг. Он мне напоминает этого из мультика... Ну, погоди, Заяц-Волк. Когда Волк ударил робота кувалдой по голове. Робот стал злым. И он вот так вот за ним тоже ходил везде. Ну, и такие красные глаза еще тоже. Да, да, да. Он там стрелял чем-то. И он даже непонятно. Потому что непонятно, когда Шторм вообще кого-то атакует. И вообще, что он делает. Он не замахивается. Из него просто вылетают магические эти... Какие-то стрелы. Откуда-то. Да, крипово. Ну, пока наказывает. 2-0-2. Лиска перетягивается в мид. Хочет здесь попушить. Крипов забирает. Ну, так-то смотри. Вот вроде бы равная игра, равная игра. Но чуть-чуть без коста поддавили. И они уже почему-то ломают третью вышку. А их соперник не сломал ни одну. А, прошу прощения, сломали одну все-таки в миде. Но все равно это приводи. Все очень необычно, что в миде сломали вышку. Ну, да ладно. Смоук. Очень важный. А, знают, что там Джаггер. Видели его. Реакция Кивана. Смотрим. Успеет. Успел дожать. Батт Фьюри. Атп что? Ой, Блэд Фьюри. Вард аккуратный впереди себя поставил. Успеет. Успел влететь еще Крис Лаксу. Дакин Тавр притянул. Так. На печеньку попал. Кентавр Линус Дотт. С плейвом. Очень круто сыграно. Очень круто сыграно. Он мог нажать телепорт и просто уйти. Но вместо этого он начал отступать, потому что знал, что к нему уже перетягиваются и заманил соперника в ловушку. То есть, ну, в любой ситуации, если бы он просто делал первое, что придет в голову, и тиммейты не были к этому готовы, это тэп аут. Блэд Фьюри тэп аут. Ну, круто, конечно. Слушай, ну, здесь опять же видно, что это команда, которая работает над этим. Видимо, был хороший кол. Они понимают друг друга. Четко расценил момент тайминга, да, когда он понимает, что команда сейчас придет. Ему там Блэд Фьюри покрутиться там пару секунд осталось. Команда также его поддержала, и все действительно сложилось. Как нужно правильно прочитанная ситуация и хорошее исполнение. Собственно, вот оно и вот. Да. И быстрый сайленс у Креслака. Ну, короче говоря, вот как они играют. Типа, такая игра на Киевана. Даже вот Киевана выходит гангать, а в итоге это оборачивается. Ну, в целом кругом. Мощно выгляделом. Ну, у Киевана вообще все отлично. У него есть БФ, у него есть Яша. Сейчас через Сенчин Яшу пойдет он, скорее всего, да? Да, Сия, Аганим, видимо, Скади потом. Может быть, Кингерсберг, кстати говоря. Так, тут надо Висперу помочь, но не успевают, кажется. Да, чуть-чуть не успели. Но Титан как расставался. Хотя Гирыч каким-то образом все еще жив. Бестмастера глушит, чтобы он ничего не успел раздать. Гирыча должны забирать. Гирыча забирают. Рор пошел в Шторма. Шторм стоит, но убить его не удается. Топоры еще сейчас может дать еще одни. Забрали. Гирюн Ушторм. Сейчас мы выясним самое главное, что мы ждем всю карту. Слушай, а размен-то очень хороший для Инфинити. Так они преследуют дальше. И топоры, топоры еще попасть. Печеньку не попадает. Еще можно успеть один дебаф. А, нет, все уже. Ну, решает все-таки, наверное... Джаггер быстро, у него Яша. Он убегает просто. Слушай, классная драка. Классная драка получилась. Это при том, что не смогли добить Тимбера. Попали в Бразду. Но все равно каждый играл до конца. Выдавал свой урон. Ладно. 15 секунд. Барабанная дробь. На этом можно было открыть линию букмекеров, наверное. Да. Отлагает или нет? Я даже вот так вот включу. От первого лица? Нет. Нет? Ну что ж, мы продолжаем. Ну ладно, все теперь. Теперь только в следующей катке. Да, у него точно это есть. Потому что не просто так он таунтит. Он тоже наверняка ждал, отпустит его после смерти или нет. Не отпустило. Ну что ж, на самом деле, Инфинити показывает, что они могут еще драться. И делают это хорошо. Прошлую драку отлично провели. Просто минус 4 забрали. Над Виспером сгущается туча сейчас. Ракетка доедет. До него ли он здесь бежит. Он жирный. Готов выдать Хекс. Он жирный, но здесь просто трое. Такое нападение можно и не пережить. Хотя у Снепфайр нет ультимейта. Да, в него надо реально все влить. Там и Фингер, и у Литинфайра. Подержать его на месте. Шалгир Чаганин. И он довольно быстро фармит из-за этого. Ну, кстати, БКБ, да, тоже не за горами. Саша, яш. БКБшке ему поинтереснее будет играть. Да. Герычу мастхев. БКБ мастхев герычу. Вообще, какая-то защита от Санса. Шторма нужна. Так, Скофилд. Это что такое? Леон летит. Ой-ой-ой. Успевает подкопать. Ну, все, на этом... Да, С. Да, что-то Леон как-то... Ну, Леон очень тяжело против шторма, что ли? Да, он не видел. Леон очень тяжело против шторма играть, пока он не купит себе хоть какую-то защиту. Ему легко нападать на шторма, но... Защищаться вообще никак. Просто Сайланс и все. А если что-то... Ки-1 на какой-то врыв сейчас, смотри, на тот... Ох, так, успевает прожать Блэйфьюри. Ну, Ки-1 поймать, конечно, пытаться... Наверное, нужно пытаться поймать, но неплохо иметь какой-то план запасной из серии Ульдбестмастера, который у вас... Ну, это, скорее всего, еще нужно начинать с Леона, да? У него Хекс все-таки без анимации работает. Пока Кентавр запрыгнет, пока он даст стомп, ну, это прям... А Леон не запрыгнет. Полсекунды. Леон пока не запрыгнет, но, возможно, когда-нибудь у него появится. Блинк, что? Есть у нас кулдаун на Т2 Тавер, пытаются дефать Нау. Жгернаут раскручивается, Шторм цепляет у нас Бисмастера. Бисмастер в Сайленсе еще не давал Рор. Бисмастер под Гастом уходит, здесь очень много урона залетает. Блин, как Крис Лак, ты выжил, это вообще уму непостижимо. Забирают в итоге троих. Чингерстук дайвит еще дальше и дальше, просто по С3. Рор раскасовывает у него Бисмастер, но здесь залетает Шторм, Бисмастера привязал, Шторма забрали в ответ. Очень далеко дайвит просто Бискост, смотри, Лина. Да, Лина тут бегает. Ну, Бискост просто куражится. Я вообще не понял, как Шторм выжил. Он залетел в Леон, они все в Леон выдали, но Леон каким-то образом смог выжить. После этого дал уль в Шторма, я уже думаю, все, Шторм погибает, но нет, Шторма хватило. Ну вот, Скофилда забираются полномерно, он слишком уж сыграл, он только агрессивный. И всем, он совсем, да, загулял на кураже, видимо, хотел по максимуму просто. Так, Джиггернаут Си имеется, Аганин тоже не за горами, где-то 1300 монет. То по Вистеру, Диспиро Алибарда, наверное, нужно быть, где вы купеете? А, нет. А Лотос может быть? Лотос будет собирать, он, да. Разобрал Аркейн. Бутс. Просто я видел Сенч, и думаю, что тоже мы несут курьер, может быть. Ну, Сенч сам по себе очень хороший. А Алибарда против кого? Ну, против Герыча, может быть, сработает, но... Ну, Герыча, магический. Здесь нет такого героя, который прям вот на данном этапе игры требует покупки Алибарда, типа там, тролля или лайфстиллера или что-то такое. Или того же там... Ну, Джаггер нет. Джаггер тоже не тот пример, потому что Джаггер тоже... Есть альтернативные способы нанесения урона, скажем так. Ну, в любом случае, из Сенч можно сделать еще и Сенч Инкая. Для Тимбера это, в принципе, хороший вариант. Так, влетает у нас Леон, разряжает в него лагуну. Минус Леон. Так, мне кажется, что со Штормом что-то изменилось у Шторма. Слушай, из-за того, что его где-то подранили или что-то еще, он, по-моему, изменил позу. Смотри, он немножко как-то теперь... Как будто бы... Ну, сейчас он как будто кланится немного. Да-да-да, он как будто... Как будто ему пробили в душу, и он немного... Немного... То есть он двигается, но очень медленно просто. А он теперь не просто стоит, а такой немножко... С наклончиком. Интересно, интересно. Чуть-чуть есть. Так, бестмастер. Терел планирует приобрести? Да, что вот... Ну, комбинация с топорами. Ну, им вообще блинг, и Леону блинг, и, короче... Интересно, я даду. У них блинг пока есть только на Кентавре, а от Кентавра все убегают, да? Пока он не дает стоп, от него все... Потому что делай. Долго, да, анимация кастер. Так, у Штарма есть БКБшка появился только что недавно. Облегчит эту ему жизнь. Ну, и Лотосорб на Тимбере. Сейчас это минус Рошан, плюс Айегис для Жиггернаута. Лотосорб по кулдауну. Интересно, что у них Штарму отдали. Ну, о чем я говорю, на Ки-1 игра идет. Чего интересного. Хотя, они даже типнули Ки-1, а возможно, реально была мысль отдать Штарму Айегис. Ки-1 решил по-другому. Ну, типа, да, Ки-1 там особенец ремонации. Так, будет ли у нас какой-то врыв? Попытка подефать Т2, или... Отдадут ее кулдаун. Игрок-поптер, ну это так. Шторм залетает здесь, или он под Сайлесом. Шторм под БКБ получает Рор. Достаточно плохо просадила его бабка. Но с Джиггернаута здесь ворвались, и столб отстанут. Просто Джекгер стирает гироча. Минус гирокоптер. Последует так же Леона, колотушкой добивает его стингер. Да, вроде бы, погонят. Остановили кресла. До конца идут. Ой, ничего себе. Его разглючило. Его разглючило. А почему его разглючило? Он регион выпил, видишь, подлечил его. Руна регенерации творит. Какой момент его разглючило? Я вообще не понял. Слушай. Что такое? Ты посмотри, как он бьет. О, ладно. У нас какие-то сегодня мемные катки получаются. Просто смотри, как он бьет. Он начнет бежать на месте. Как братрум. Ладно, тем временем у нас Т-3 падает. Джиггернаут его грызет. На нем локус по кулдауну. Без мастера только что от кулдаунился рот. Хорошо. Джиггернаутся из слэш забирает Леона. Или он не успевает не отдать. Ничего. Гирокоптер под печенкой выбивает агегис из Джиггернаута. Ну и вот Джиггерс может все уйдет. Да, весь перплот. Мне кажется, они сейчас ищут, погрызут какой-нибудь барак один. После этого только отойдут. Ракетка обратно в Гиро. Да, и это минус нет. Хорошо. Сейчас вот запрыгнул нефлотно в Кентавр, но в ответ на получал очень много урона. Застанил нам троителей четверых. Нечем добить без Леона. Не хватает урона. Гирич, конечно, начинает уже вносить, но фиксации не хватает. Так, шторм под БКБ врывается в бестмастер. У бестмастера Рор все еще есть. Успеет ли он его дать? Минус нет, не минус. Шторм под БКБ живет. Джиггернаут. Поставил вардец. Будут добивать сейчас барак. Так, Багдор Протекшн у нас активировался. Крис Влад, конечно, какой-то лютый. Он просто залетает на лоха веб истанно улетает. Ну, на классе без кост. Они просто даже вот... Не знаю, что у них какая-то сильная стратегия или что-то. Они просто бегают и месят на скилл. Мне кажется, гораздо лучше чувствуют игру. Ну, то есть вот понимают, сколько урона рассчитывают, время, тайминги. Рассчитывают урон. Понимают, когда можно запрыгнуть. Какая угроза от противника исходит. Чувствуют кулдауны. Ну, вот на классе действительно уровень просто чувствуется. Какая же глючная игра. Реально Кентаверс, типа, остался. Просто он умер и как бы у него просто исчезла полоска ХП, он остался стоять. А, и Урсы теперь. Смотри, Шторм заразил всех. Да, все переклинило. Шторм всех заразил и теперь все тупят. Ладно, не все, а 50 на 50. Ну, вот у меня грибы не умирают, не падают. Нормально, нормально. Ну, это на самом деле самое веселое, наверное, в этой катке. Потому что так-то идет избиение у нас. И без кост вообще не напрягаются. У них все так круто. 12к перефарма. И... Как они... Все, как они любят. У них кресла, который не имеет подавляющего Нетворса, но при этом месят всех все равно, потому что ему ничего не сделать. И Ки-1, у которого просто больше на X тысяч. В данном случае на 6. Это очень много. У него... Да, игра на Ки-1 оправдывает себя, видишь. Исполнитель высокого класса. Так, какие у нас пути есть для Infinity? Ну, здесь вот сложно. Кентавр вроде в прошлый раз неплохо запрыгнул. Там даже четверых застанил, но... Блинк на Леоне неплохо было бы. Продолжение, да. Ну, просто куда-то фармить. Там, аганим какой-нибудь на... Кентавре. Рапиру на гирокоптере. Там, ну, естественно, не прям сейчас, а... После того, как он там купит, что он хочет. Сатаник, да. Ну, вот я не понимаю, он Майлд Штром сейчас себе приобрел? Майлд Штром, то есть... Докупил. То есть он думает, что ему еще дадут пофармить минут 15? Я в этом действительно сомневаюсь. Ну, это, в принципе, неплохо сочетается с его аганимом. Ну, типа какой-то ДПС. Ну, вообще, да. Может быть, он купил просто, чтобы здесь сейчас усилиться. Ну, возможно, опять же. Но тебе заходят на Т3, она падает очень быстро. У Штрома, в теории, появится еще лимфонсфера. Тогда он будет вообще без страха запрыгивать. Жиггернаут. Бьет гирокоптера под цель. Глинеркейп есть на нему. Ну, бараки все равно падают. Блин, тихой. Бист хоть и отпитывается, это параметр по кулдауну. Ну, мне кажется, бист какую-то хрень делает. Он вот, типа, вот в теории, это как лансерстинг. Так что он взлетает в гирокоптеры. Успеет ли он унисонуть? Успевает отражать ПКБ, дает кулдаун. Начинает расстреливать неплохо под кулаккэноном. Господи, боже мой. Это что, ли он такой стан там выдал по всем? Это просто жесть какая-то. Хорошо, у нас есть еще рорф. Да, да, да. Урф тимбера, минус тимбер. Очень сильный. Ищут, ищут Элдор Титана. И находят его. Все, он спалился. Копает. Выкапывает. Все, тут просто четверых собрали. Никого не купили. Я не понял, кто это. Неужели ли он выдал? Ну, а больше некому. Леон выдал просто стан по всем. Все встали в линейку. Это Равага залетела. Равага дал. Под ульту гирокоптера. Это под все, все, все. И в итоге. В итоге боя. Слушай, ну, если они доживут. Просто вот эта хрень не работает на Бестмастере. Пока это, ну. Пока не будет вот такой игры какой-то от Леона. Потому что кто-то должен поддержать всех. Пока он выкидывает свои топоры. Со своей... Сэнджинка. И со своим аганимом. Со своим... Этим. Этериалом. Ну да, фиксация нужна. И вот сейчас они неплохо зафиксировали. Слушай, ну, сторона стоит. И камбэк небольшой произошел. Ну да, минус 4. Пока небольшой. Потому что Рошана нет. И все-таки сторону они потеряли. Ну, по золоту они сколько? Тысяч 5, наверное, сейчас камбэк 0? Ну да. Ну да. У него чуть меньше. Так, у Тимбера тем временем Каин Сэндж. Да, Тимбер тоже купил себе эту штуку. Ну, то есть, сейчас обычно вместо нее Бладстоун предпочитают. Но у него Сэндж уже был. Он догрейдил в Сэнджинкаю. А у него вообще с Бистом прям два сапога пара. Что один, что другой. Ну, для Тимбера это нормальный артефакт. Для Биста это спорный. Ему явно не хватает блинка. Ему, может быть, даже не хватает БКБ какого-то. Это же самая фиксация, да, про которую мы говорим. Запрыгнуть и дать хороший урор, мне кажется, это более приоритетно, чем откинуться, я не знаю, одной парой лишних топоров. Ну да. Но опять же, если Леон застанет четверых, то пара лишних топоров сделает больше. Так что смотрим. Но опять же, БКБ сквозь БКБ урожек работает. А там уже есть и Шторма. Гирочи, Гирочи. Гирочи поймали. Борозда пошла. Печенька подкидывает Гирочи обратно. Кентавр сейчас откатится от блин. Будет он рваться. Здесь Шторм рвается в гирокоптер и сбивает его. Притягивает Гирочи, проживает БКБ, кулдаун. На развороте, если Слэш не добивает его Джиггернаут, Торм дальше цепляется к Леона, минус Леон. И я думаю, Бесмастера тоже сейчас заберут. Печеньки подсейливают его Снэпфайр, но подходит. Очень беззубо не могут никого фукуснуть. Вообще ничего не с кем сделать из-за того, что вот такие вот у них билды. Действительно не хватает зацепа какого-то. И бесконечно убегать они тоже не могут. Без Коста лучше их догоняют в том числе. Поэтому получается и не то, и не другое. Ну вообще как бы... Интересно, что во второй игре будет. А, тут уже ЛНК, понятно. ЛНК в Шторма уже, да. С этим артефактом цеплять его становится вообще прям крайне тяжело, потому что если это не Рор, то... Даже не знаю. У тебя срабатывает ЛНК, ты быстро прожимаешь БКБ мгновенно, да, и подходишь. Да, да, да. Ну смотри, Бескост решили на Верочку, наверное, как-то сыграть. Может быть дождутся Рошана сейчас. Там до возрождения осталось всего 10 секунд. Забрали две стороны. Сейчас Рошан и плюс третья сторона, мне кажется. Ну просто в прошлый раз Infinity поймали их за счет офигенного просто стана от Леона. За счет хайграунда, я бы сказал. Да, это от хайграунда. Это не в чистом поле драться, да. Так, так, вот-вот обходит. Сейчас могут поймать кого-то. Бабка спалилась. Ё-моё. Все, вся позиционка пошла к черту. Шторм БКБ ЛНК. Ничего не сделать. Леон умер. Все, это провал. Джаггер сделал свое дело. Это уже минус три. Сейчас ГГ напишут, наверное. Я думаю, сейчас даже, да, можно не дожидаться никакого Рошана. Идти либо до конца уже, либо вынуждать противника писать ГГ. Но у нас Леон байбекается, ТП-шится. В Драку обратно. Шторм залетает, сразу его спляет. Сайленс по нему. Пару ремнам, пару тычек. Нет, Леон живет. Глимер Кей прожимает. Шторм переключается на Снэпфайр. Минус Снэпфайр, минус гирокоптер. Ну, похоже, все, байбек, нет. Леон ошибся в конце. Ну, ладно, это не важно было. Он вместо Монодрейн Хекс дал Хекс Монодрейн против Шторма. Шторм продолжает бежать на месте. Интересно, как это в конце все выглядит. Он покажет его? Нет, он где-то там за кадром остался. Ну, такая первая игра. Infinity, конечно, может быть, им стоит стандартным драфтом каким-то более попробовать сыграть. Потому что, в принципе, не так все плохо было. И давали им шансы, господа, из без кост до поры до времени. И там вот пара моментов хороших было. Но что-то они какой-то такой напридумывали себе, что сложно играть было даже этими героями. Beast какой-то непонятный. Я так и не понял импакт от него. То есть Beast и Girish, они два героя с уроном, которые не могут этот урон внести вообще никак. Причем даже, возможно, за счет итем-билда можно было бы как-то это нивелировать. Да, вот этих героев. Тот же самый блинк на Beast Master. Врыв, мгновенная фиксация. Плюс Леон там тоже. Леон, например, собрал Glimmer Cape. Он в некоторых моментах помогал. Но за счет блинка, возможно, он бы сделал больше. Кентавр все время блинкался в кучу. Пытался дать стомп. Но из-за долгой анимации атаки, Джиггернаут все время прожимал Blade Fury, уходил оттуда. Ну, как бы Штор тоже мог оттуда быстро улететь. Да, такое ощущение, что Леону надо было быть четверкой в этой игре, чтобы иметь и то, и другое. И значительно раньше. Ну, вот такая получилась первая игра. Посмотрим, что будет во второй. Пока что уйдем на перерыв. Вернемся к началу драфтов. Или к середине, вернее.